Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Сегодня у нас художник Дельфен Анжолера. Он родился 13 мая 1865 года в местечке Кукрон, Ордеж. Был первым ребенком Казимира Анжолера и Дельфиной Лоран. С 1882 года Дельфена Анжолера учился в течение трех лет в школе-интернате Ноттердам де Франции. Данных очень мало, данные из переводной википедии, но вот все что есть я постараюсь до вас донести. В живописи он учился у акварелиста Гастона Жерара в Парижской школе рисунка, а также у Жана Леона Жерома в школе изящных искусств и Паскаля Дания Бурре. Мать умерла в возрасте 32 лет. Семья поселилась в Лагонь, город на юге Франции. По окончании в 1889 году школы ему предложили должность профессора рисования в средней школе в Гринолу. Но Дельфен Анжолера предпочел посвятить себя живописи. После учебы в Париже он вернулся в Пью-Анвеле, где пишет картины старых кварталов города и портреты. Его портрет префекта Манифура Сибура, сделанный на Корсике, позволил ему выставляться в 1889 году в салоне французских художников. Позже он также выполнил портрет генерала Дессани, адмирала Файоля, генерала Тома и Шарлуиды Тенги. В 1892 году по приглашению депутата Блашера художник переехал в Синжири, где написал картины «Возвращение луков», «Овцы Камарга» и т.д. Известны также его портреты местных жителей «Мадам де Жофр», «Ден-Люиз», «Десабра». В 1893 году художник женился на Мари Доде. В начале своей карьеры он писал в основном пейзажи, любовь к рисованию портретов женщин появилась позже. Художник менял жанры, ориентируясь в основном на изображения элегантных молодых женщин, чаще при искусственном освещении. Стал художником обнаженной натуры. Многие его произведения, такие как «Сиеста», имеют эротический и чувственный характер. Применяя в своих портретах технику пастельной живописи, он подчеркнул женскую грацию при свете костра или фонаря. С 1890 года представлял свои работы в Парижском салоне, вступив в 1901 году в Общество французских художников. В том же году, в 1901, он получил академическую награду за свою картину «Смерть Дюпле». Его картины хранятся в музеях Пьюи и Авеньона. Умер в возрасте 80 лет, 23 декабря 1945 года. Вот так вкратце, данных очень мало. Все данные, которые я нашел, я до вас довел. О французском художнике Дельфене Анжоя. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok